Алевтина Петровна Курушева ушла на фронт, будучи 17-летней девочкой по собственной инициативе. В военкомате ее направили в московскую женскую стрелковую бригаду, а потом в минометную роту. Всего за пару лет девушка получила звание сержанта и командовала отделением минометчиков. В 44-м году, после расформирования части, она уехала в Уральско-Сибирский округ, в гарнизон по охране мостов через реку Тобол. Здесь проходили фронтовые эшелоны с военной техникой. Глава Самары Елена Лапушкина вручила Алевтине Петровне юбилейную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне», а также цветы и подарки. Спасибо. Спасибо большое вам спасибо. Алевтина Петровна живет на Ташкентской, и к состоянию ее двора у главы города претензий нет. Сегодня Елена Лапушкина проверила, как живут другие ветераны Кировского района. Коммунальщики навели порядок и здесь. Но у главы города все равно остались замечания, связанные с состоянием других дворов. Где-то нужно откачать воду, а где-то отремонтировать дороги. Мне важно понять, насколько у нас районы, управляющие компании готовы к выполнению этих объемов работ. И уже я сама вижу, что часть работ начинается и ворошение снега, подбор мусора. Я вижу, как работает техника. Безусловно, замечаний очень много, и мы тому свидетели. То, что скапливается лужа, что вода не отводится, то, что есть неудобная для жителей территория. Очень надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет меняться. Во дворе 77-й школы необходимо почистить дорогу и тротуар, по которому ежедневно ходят сотни детей. Ну так нельзя. Я очень жалею, что сегодня директора нет, что завхоза нет. Я понимаю, что вы человек неуполномоченный, но все мои претензии, пожалуйста, выскажите. Конечно. И до завтрашнего дня надо дворник у вас есть в штате? Да. Ну а что тогда? Пусть начинает работать, дети здесь ходят. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, проблемы возникли из-за резкого потепления. Коммунальщики должны привести дворы в порядок в ближайшие дни. Мы стараемся работать в рамках поручения губернатора и главы города. Скорректировали планы по проведению месячника в этом году. Мы уже стартовали в Кировском районе. Но сейчас можно пока определенный вид работы выполнять. Это подбор вытавшего мусора, рыхление газонов на теневой стороне. Мы эти работы выполняем. Если управляющие компании не справятся с поставленной задачей в срок, им придется платить за халатности собственного кошелька. Их работу проконтролируют сотрудники администрации Кировского района. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.